приветствую на канале друзья с вами белогор сегодня снова поговорим о виманах тема очень интересная касается индийских вет попытаемся разобраться в этой теме эпосе романа не раз описываются летательные аппараты виманы когда настало утро рама сел в небесную колесницу которую пушпака прислал ему с виви пшандой приготовился к полету колесница это передвигалась сама по себе она была большой и красиво расписанной украшенная золотом также драгоценными камнями и издавала мелодичный звук в ней было множество обширных покоев и удобных сидений увидев повозку рама был изумлен она имела двухэтажное строение со многими комнатами и окнами когда колесница совершала свой полет в воздухе она издавала однотонный звук и было похоже на комету в небе как огонь в летнюю ночь а также за ней шло пламя красного огня по приказу ракхеры повозка взлетала в высшую атмосферу и в этой повозке двигающиеся по волеизъявлению рама был счастлив то есть описывается вимана она была довольно просторная двухэтажная и очень хорошо передвигалась по ним почему именно виманы то есть почему там не было до каких-то мощных там ядерных реакторов каких-нибудь фабрик там на каких-нибудь промышленных комплексов или еще что к чему я клоню то есть ярким представителем древних технологий является вимана почему почему вимана то есть дело в том что вимана была просто нужна для перемещения по большим территориям то есть в принципе у людей в то время все было для жизни то что нужно то есть кроме разве что быстрых способов перемещения это скажем так визитная карточка этой вселенной нашей это вимана как ни странно это звучит многие наверно не поймут меня это такая священная технология которая передается скажем так не то чтобы из поколения в поколение передается она из эпохи в эпоху стартовав в шри-ланке вимана сделала две промежуточные посадки и достигла города айджохья северной индии таким образом за 8 часов полета она преодолела расстояние в 2300 километров ну на самом деле в ведах не говорится какой-то там шри-ланке там говорится о острове ланка шри-ланка это у нас здесь в наших землях шри-ланка и северная индия в ведах особо не говорится про нашу территорию только в конце там скажем так после каких-то предсказаний которые мы сбудутся и уже сбылись до там говорится о немножко о индии а на самом деле все события риских вед не происходит вообще в наших землях а многие люди которые зачитывают виду они почему-то думают что это происходило у нас здесь дуашата также летал на вимане которая принадлежала богу индрия как пишется в произведении аппарат двигался в слое туч его колеса вымокли а молнии извивались вокруг экипажа затем воздушный корабль стал опускаться и стали различимы верхушки холмов на земле реки стали шире и приближалась поверхность земли но здесь говорится о том что им она видимо опускалась с больших высот с отделов космоса которая называется антокриша кстати слово санскритская кореша слова крыша слово крыша да как на здании крыша анта крыша анты это гик ант ант это слово всегда ассоциировалась чем-то большим ант антокриша то есть большая крыша большой какой-то свод там до который защищает что-то антокриша это космос в современном нашем понимании никуда далеко не надо ходить все слова на месте у нас на нашем языке является конечным космосом в современном понимании якобы там космос бесконечен там можно лететь и лететь новые планеты встречать на самом деле это не так космос довольно конечен но он кстати говоря очень очень большой для нас можно сказать что он бесконечен для наших технологий и для наших скажем так аппаратов но все равно его можно преодолеть в принципе в ведах говорится что диаметр земной плиты нашей и всей вселенной в принципе 16 миллиардов километров то есть но это хотя бы какая-то цифра у нас присутствует в махабхарате описывается также множество цен с участием летательных аппаратов вот одна из них мы заметили в небе нечто что напоминало пламенеющие облако подобное языкам огня из него вынырнула черная вимана которая обрушила вниз множество сверкающих снарядов грохот созданный ими был подобен грохоту от тысячи барабанов вимана приблизилась к земле с немыслимой скоростью и выпустила множество снарядов сверкающих как золото и тысячи молний за этими последовали яростные взрывы и сотни огненных вихрей войско охватила паника а на землю падали кони боевые слоны и множество воинов убитых взрывами войско обратилась в бегство и страшно вимана преследовала его пока не уничтожил есть такой интересный факт что в библиотеках лхасы это в тибете в конце 20 века были найдены руководство по созданию кораблей с антигравитационными двигателями по мнению ученых эти корабли могли перемещаться на другие планеты и в древних текстах назывались отрас китайское космическое агентство заинтересовалась этими документами а также засекретила можно зачитать некоторые отрывки из древних текстов например сукара пошел в милиту пешком хотя и мог облететь все поднебесье и все моря земли то есть имеется ввиду у человека скажем так была вимана то есть он мог на ней летать то есть все поднебесье все моря земли когда я читал виманнику шастру там четко и ясно вначале говорил за где могли летать виманы абсолютно везде по всей вселенной наша земля наши пять континентов раньше были присоединены к к всей вселенной у нас был доступ к к всей вселенной сейчас же в наше время у нас статус совершенно иной мы находимся в изоляции когда эти белые кони помчали его в бой казалось что его колесница сияет как небесная повозка летающая в поднебесье и подобно небесной повязке сукры это боевая колесница могла двигаться по кругу вперед и назад здесь автор делает четкое различие между технологиями виманы и наземными боевыми колесницами виманика шастра представляет собой всего лишь часть более древней энциклопедии под названием янтра сарваса которая переводится как все о машинах то есть машинное строение было зачитаем цитату из одной книги как следует из греческой легенды о гипербореях а также из махабхана араты они летали на виманах бесшумных аппаратах другое название встречающегося в древних ведических источниках пуранах это огни хотры и могли строить целые летающие города кстати говоря о которых мы говорили в прошлом видео огни хотра здесь немножко видимо я автор автор цитаты видимо не совсем понимает что такое огни хотра огни хотра это ритуальное жертвоприношение огни хотра это всего лишь там щепотку риса сыпали на огонь и с молоком что-то такое вот и их часто производили на виманах потому что пилоты когда передвигались на большие расстояния там по их скажем так традиции нужно всегда было огни хотру провести и поэтому видимо неправильно перевели как-то и думаю и думали что это название виманы по тибетским легендам и легендам ряда народов люди летали в космос и общались с представителями других миров а сами при этом обладали могущественным волшебников и кудесников все планеты земной группы были заселены колониями землян но это уже люди зараженные теорией шарообразной земли пишут в общем такие вот рассуждения мои по поводу виман и вимани кишастры если вам нравятся мои видео ставьте лайки подписывайтесь на канал всем спасибо за внимание до встречи в новых видео субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok